всем привет приглашаю вас составить мне компанию и прогуляться по городскому парку нас идет снег достаточно такой сильный настоящее время температура воздуха очень комфортная минус 11 градусов данное видео будет расхламление с пользой или только я сдавала свои текстильные вещи на переработку в магазин h&m если вам интересно такое видео оставайтесь со мной начну с того что я за расхламление с пользой если это конечно же возможно но расхламив очень большое количество своего домашнего текстиля то есть это и полотенце и прочий домашний текстиль а также какая-то часть гардероба какая-то одежда набрав при этом больших таких четыре пакета я решила что было бы хорошо если можно было бы вторично использовать и переработать данные вещи посмотрев информацию в интернете я поняла что для меня смотрите какая кормушка симпатичная ручная работа даже по моему с таким штампом очень красиво и так вернемся про переработку поговорим с вами то есть решила я что было бы прекрасно использовать и переработать данный текстиль вторично но конечно же я не оставляю всякие вещи на тряпке там полы помыть окна и прочее то есть к счастью нет у меня такого вот синдрома бережливого хозяина как это я называю и конечно же когда мне будет необходимо так скажем помыть окна то я найду как говорится тряпки которые мне в этом помогут посмотрела я информацию в интернете куда можно сдать текстиль на вторичную переработку поняла что в том городе где я живу такого варианта еще пока нет магазинов h&m у нас нет и очень я в новогодние праздники доехала до ближайшего большого города доме ги и там как раз и сдала в магазине h&m все вот эти четыре огромных пакета было конечно много вопросов как это вообще все происходит там смотрят не смотрят пакеты там выкладывают считают ли вещи сколько вещей должно быть в пакете то есть такого видео я не нашла в интернете и наверное кому-то будет интересно подобное видео хотела подробнее просто рассказать об этом то есть немного расскажу в начале о том что принимают это любой текстиль в принципе да всевозможные там шапки носки домашний какой-то текстиль полотенечки прочее не принимают изделия со вставками или декором из металла стекла так что еще не принимают обувь тоже не должно быть из вставок из меха до любого искусственного или натурального не должно быть ну в общем не принимают еще подушки которые наполнители какие-то имеют перо там и прочее но я кстати вы можете конечно же подробную информацию посмотреть посмотреть чудесный ролик вообще впечатляет на самом деле то есть насколько много как говорится текстиля выбрасываем и насколько полезным может быть его вторичная переработка то есть даже пыль они там используют для создания картона и прочее смотрите на самом деле достаточно познавательный ролик я бы так сказала мне почему-то запомнилось что в каждом пакете должно быть не меньше трех вещей но конечно же могу ошибаться может быть может быть и нет но пакеты должны быть наполненными да то есть вы там не какую-то одну свою футболку закинули и пошли хотя может быть и так примут я не знаю уточните об условиях акции на их сайте то есть там все достаточно подробно и точно расписано но скажу сразу что мои пакеты были достаточно хорошо наполнены так утрамбованы и естественно там было больше трех вещей в каждом пакете как же передать эти пакеты было конечно же интересно как это все происходит и ну как сказать сам процесс да то есть у меня было достаточно много вопросов потому что все видео говорят ну например там сдаю на переработку ну а как сдаете как это происходит это же очень интересно узнать вот именно то что ну сам процесс ну то есть я вам сейчас хочу об этом рассказать в общем резюмирую да все свои вот эти вот мысли которые сбиваются в кучу и так значит вы приходите в отдел с этими пакетами проходите до кассы там стоит такой огромный контейнер дословно не помню что там написано но вроде бы то же самое что и на купонах ну так что-то вроде спасибо что помогаете нам сделать производство экологичнее и сотрудник отдела значит спрашивает интересуется сколько у вас пакетов и вы закидываете эти пакеты в контейнер и если вам необходима его помощь то он конечно же вам поможет с этим справиться и выдаёт вам купоны на покупку с 15 процентной скидкой я так поняла что купон действует на те вещи магазине h&m которые не продаются со скидкой то есть в основном это вещи вероятно новой коллекции один купон вы получаете за один пакет у меня было четыре пакета мне дали четыре купона а нужно еще кстати отметить следующее что в одни руки в один день дают только два купона то есть если у вас пакетов как и у меня много то рекомендую взять кого-то с собой подруга по другу мама так далее вот сейчас выдают купонным сроком действия до 31 января 2019 года здесь я вам сделаю вставочку так выглядят эти купоны не буду уж и снимать под снегом возможно они мне еще пригодятся итак если у вас есть цель чтобы вещи работали дольше то ищите места где их возьмут на переработку отвозите их туда пусть вещи работают дальше и спасибо за внимание надеюсь видео было для вас полезным добра и бантиков